я приветствую вас значит здесь мы будем пробовать создавать различные программы которые будем моделировать различные физические процессы явления попробуем разобрать интересные модельки вот пользоваться мы будем самым простейшим тем что у нас есть из подручного языком программирования pascal значит в качестве среды реализации предлагаю использовать pascal abc.net в ходе работы мы разберемся стоит ли действительно им пользоваться но для начала почему бы нет чтобы не пользоваться уже знакомой нам техникой ну давайте попробуем написать минимальную работающую программу в принципе минимальная работающая программа в pascal должна состоять просто-напросто из двух слов begin и end это по сути операторные скобки подобные операторные скобки например в языке си пишутся вот таким вот образом то есть непосредственно начало и конец то есть операторные скобки прям таки похоже на операторные скобки ну в pascal здесь более прямо интуитивно понятно это с одной стороны программисты говорят что минус в том что надо больше символов писать но с другой стороны более понятен синтаксис значит можно проверить сразу же работает ли это программа значит воспользовавшись зеленым треугольником либо нажав клавишу f9 значит мы можем сразу же вот его запустить обратите внимание вот здесь находится кнопка запуска значит результат работы программы если он есть он появляется внизу в нижней части экрана пока у нас программа ничего не выводит поэтому собственно там ничего и нету значит давайте мы сейчас попробуем вернуться в код значит мы попробуем в начале перед телом программы создать раздел описание переменных значит начинается с ключевого слова вар это сокращение от variables значит мы видим что в паскале ключевые слова выделяется жирным шрифтом значит дальше мы должны указать имя переменные и тип значит любая переменная это по сути ячейка памяти адресация который происходит по ее имени они по ее адресу непосредственно значит ну и мы после указания имени должны указать тип значит есть много типов постепенно со всеми из них мы познакомимся давайте мы воспользуемся простейшим из них это типы интеджер это тип для хранения целого числа со знаком значит она позволяет хранить числа в диапазоне примерно от минус 32 тысяч до примерно ты плюс 32 тысяч значит любую значит любой комментарии здесь паскале abc можно писать вот таким вот образом после двойного слэша здесь можно написать что это такое переменное а первое число мы допустим frigму хранить допустим я хочу создать вторую переменную если это переменной такого же типа то можно например вот так вот сделать и отдельно для неё написать комментарий а можно сэкономить место если переменная одного типа то можно поступить таким вот образом ну вопрос спорный потому что можно было бы и там написать Вернемся сюда Что мы хотим сделать Если мы не будем использовать клавиатуру То значение переменных можно задать непосредственно в телепрограмму Но тем самым мы изменить их уже на ходу не сможем Если мы хотим просто-напросто вывести на экран результат Не присваивая никакой другой переменной То это можно было бы сделать вот таким вот образом Просто-напросто напишем A плюс B При этом здесь будет выводиться результат этого арифметического выражения Математического выражения А если мы хотим добавить сюда текст То можно написать вот так вот Результат Перейдем на русскую раскладку естественно Результат Значит ну и как я сказал Воспользуемся клавишей запуска Вот здесь вот у нас находится зеленый треугольничек Либо же мы можем нажать на клавиатуре клавишу F9 Значит нажали Значит давайте посмотрим Действительно здесь возникла ошибка После вывода текстовой строки Необходимо вставить здесь запятую Которую будет разделять текст от выводимого значения математического Давайте еще раз запустим программу И вот мы видим внизу в окно вывода Появился вот такая вот запись Результат равно 8 Замечательно Давайте пока на этом мы остановимся Свою программу мы естественно попытаемся сохранить Для этого выбираем файл Сохранить как Значит ну и даем ей какое-то имя Нашое осмысленное имя этой программе Значит допустим это у нас какая-то первая программа Значит ну и пока давайте на этом остановимся Дальше посмотрим что будем делать дальше Продолжение следует...